Первые признаки инсульта не всегда может распознать даже сам пострадавший. Светлана Мардвинцева чувствовала слабость, головокружение, проблемы с речью, случались и обмороки. А через неделю – инсульт. 9 февраля попала в больницу, и вот уже две недели идёт восстановительная терапия. Сразу же капельница, КТ, на что, в общем-то, я долго не могла попасть. Ну, такое усиленное, вот усиленное именно лечение. И большое количество таблеток, уколов, то есть, ну, и это не только я там какая-то невозможная, мы все такие. И когда вот ходишь в столовую уже и встречаешься с людьми, и вот видишь, что лучше, лучше, лучше. Программа по лечению сердечно-сосудистых заболеваний работает в Нижегородской области с 2010 года. В регионе создана сеть специализированных учреждений, 14 первичных сосудистых отделений в районах области и два региональных центра в Нижнем Новгороде. Изменилась методика оказания кардиохирургической помощи. Центры оборудованы современной техникой и работают там специалисты высокой квалификации. Доступнее стала для всех жителей Нижегородской области такая высокотехнологичная помощь, как операции на сосудах сердца и операции на сосудах головного мозга. На третьей научно-практической конференции в региональном сосудистом центре обсуждают работы за пять лет. Регион значительно продвинулся в кардиохирургии. На 14% снизилась летальность от инфарктов и на 15% от инсультов. Более того, теперь новорожденных и детей до года со сложными врожденными пороками сердца оперируют в Нижнем Новгороде. Раньше таких пациентов направляли в федеральные кардиохирургические центры. Снизилась летальность, снизился уровень исхода заболеваний к моменту выписки после перенесенных инсультов. Увеличилось количество выполненных селективных коронарографий, количество выполненных чрезвычных коронарных вмешательств. Увеличились переводы из первичных сосудистых центров в региональные центры, что говорит о увеличении доступности оказания медицинской помощи больным с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями на территории Нижегородской области. Еще в 2010 году глава региона Валерий Шанцев поставил задачу перед врачами, чтобы после инсультов и инфарктов пациент восстанавливался максимально, чтобы человек мог жить полноценно и дальше. Начинали мы с 50, потом было 52, 54, 56, сейчас 58. То есть мы стремимся, мы чувствуем не только контроль, мы чувствуем еще и помощь. Вот недавно, совсем недавно, правительство выделило очередные деньги на еще один аппарат по реабилитации больных у НМК с биологической обратной связью Дорогой, который мы будем, я надеюсь, с успехом применять для лечения этой группы больных. В этом году в Нижегородском кардиоцентре планируют провести первые операции по трансплантации сердца. Татьяна Ермошна, Юлия Короткова, Владимир Гайдай. Объективно. ННТ.